не говоришь что она же плохая просто мне просто написали что она пишет фабрику что я искор все вот я так и подумала насти кто это жена максима да пишут во всех чатах слушай ты искортница ты что-то как-то плохо испортишь где машина дорогая квартира подарки подожди подарки есть чуть-чуть подзаработал ездила на опель курсе знаешь никто б не говорил за и тогда говорили то что не помнишь максим мальчик с проектом чеченец тут самый татарский чеченец мы поедем сегодня давай я буду держать хочешь тебе поговорить давайте сядешь сюда я по 10 за руль давай ну короче подруга на дом 2 до блины и потом от нее ничего не останется если она туда пойдет прикинь ты скажет я на 2 2 пошла 2 недели встречались разговоры как будто год прожили вот что я об этом же и говорю но это реально бред об этом даже говорить не стоит просто у меня хорошие отношения к человеку мне ничего плохого не сделал хороший парень дай бог ему счастье если они помирились на если значит вы не им счастье сон чтобы в этот раз у них сложилось и все их недопонимания которые там были решились они-то все прожили может быть это было бы им это расставание там уроком примером для каждого все с вами ясно шамиль плохо оправдываетесь не знаю а сколько мне лет мне 29 просто катается ли пивко пить покатаюсь а потом на лавочке пивко пить губы у меня не свои и вдохи петровна одолжила не я не в отношениях не такой есть тебе рассказать я не смущал что женатым писал и в отношения полезла а в смысле женатый парень был на проекте без жены и строил там и строил там отношения и говорил что они там подали на развод что они разошлись поэтому как бы нет не было неуместные меня меня не смущало потому что человек на всю страну куда на всю страну говорил что типа он уже не не жена уже не только тебе это число всем да если бы он мне там реально там что-то говорил о там типа я уже проходили поэтому я бы не наступила на грабли ну так ответь ответ на чуть-чуть что пропустила стук сообщить там какие то не видно просто катать или пивко пить а на эту ответить я же ответила мы сейчас покатаемся а потом пивко попьем на лавочке посидим к сожалению не была замужем к сожалению но значит и посмотря на такие браки нет я бы побыла бы нет не побыла бы точнее ну как бы я хотела бы раз и навсегда раз и навсегда да к сожалению у меня нет семьи вот так надо было ответить пока еще не встретите сохраните эфир пожалуйста зачем что там смотреть как мы пивко попиваем и катаемся наше время прошло уже когда мы катались просто так да да раньше мы катались но и то потом сказали что мы за пятерку не мы а да это бывшая подружка тоже интересная была смотри какой дом красивый красивый да очень красивый да там делать нечего замужем Маша ты же замужем о Маш привет это нет Маш я думаю твоя оскология не моя уже спит время много как там вообще направить смогла бы там жить ну да почему нет ой я туда курила вообще нормально за это раз на раз не приходится кто нибудь пожаловаться да ты работаешь сейчас Оксана ну можно сказать да ну сама не хожу на работу но свой бизнес есть да как тебе Кристина Бухенвалт не знаю не понимаю не понимаю поэтому в эскорт в Москву Машуль переезжай у тебя двое детей еще вроде да там на бабушек оставишь туда приезжай зарабатывать что бы делали если парень на протяжении четырех дней отвечает по телеграмм только два раза в день отношения и временное расстояние что бы вы сделали во первых поговорила бы сразу знаешь причину истерила бы она а потом сейчас уже бы нет после сегодняшнего дня эти все осозналы поняла надеюсь я на это вот потому что реально расстановки это я реально вышла как будто другим человеком он как психолог терапевт да вот да Маш я тоже одна переехала в Москву нормальная же у косметолога делаю вот губы делаю сделал уже второй раз ботокс делаю косметолог кава если что палочку косметолог дам так и написано в инстаграм косметолог кава да за Кристину Кристину я не понимаю мне она когда была то проектовая я ее больше всех выделяла она мне очень нравилась потом какие то ну непонятные у нее обиды точнее понятные но она их сильно растягивает и преувеличивает хотя эти конфликты я считаю можно да решить на раз два ты губы сделала да может фильтр еще увеличивает он чуть увеличивает так у меня свои же да хорошие были не увеличивает это вот не спешная Ваня косметолог да в Москве в Митине раньше жила да было дело да а вот эти кнопки еще увеличивают да и монитор да вот эти вот эти я просто не помнила вот эти я знала да я вот это сейчас поняла вот так сделала да 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 они не привычны на очки а так визуально типа я бы даже не поняла страх по началу не было если честно я села и поехала то я бывшего попросила научить ну просто то что я поехала я покупала права я бывшим говорю научи научи и вам было невыгодно меня учить потому что он ездил на моей машине и все летом проездил на моей машине когда я купила я ему говорю научи научи в итоге с подругой с соседкой с девочкой она тоже купила причем права но она уже чуть умела когда я говорю пофиг поехали и поехали сразу же через два дня я поехала в Калугу уже пошли на дом 2 да блин я не расстраиваюсь не расстраиваюсь вообще вообще расстройство было изначально да опять типа ну опять не получилось да ну ладно значит так суждено значит так суждено конечно блин там никто же не умер столько людей в нашем мире живет мое от меня не уйдет сколько с Максом встречались? две недели две с половиной наверное самые долгие отношения да поделись оба рука у вас машина как думаем менять не знаю на что у меня первая была опель курса вот вторая целая а мерседес я прям очень сильно хотела очень вот наша мечта была да мечта была как женатом будешь лезть то и получится блин вот специально еще одного женатого найду вот специально и специально вам потом напишу скажу вот еще один еще один еще залезла но в своем уме вот какая нормальная уважающая себя женщина поедет к женатому знаю что он женат и что он там уже от жены не уйдет да никакая что он любит свою жену и у них все прекрасно да никто не пойдет в эти отношения для чего просто свое время тратить извините но для меня ценно мое время и мне уже там не 20 лет вот поэтому я доверилась мужчине ему поверилось я слышала что он говорит так бы конечно нет ни за что в жизни квин вообще просто лапочка очень классная собака про очень почему расстались лучше спросили почему встречались ну как бы тоже вопрос почему встречались а можно что нибудь не про Максима давайте поговорим про какой другого моего бывшего чего чего мы им внимание не уделяем они обидятся они обидятся Иван Барзик как тебе не было к нему симпатии на проекте он очень хороший парень у тебя не было никому симпатии у меня никому да не было симпатии да хороший парень да жаль я не знаю почему мы взяли что Макс грубо обращается с собакой во первых он ее воспитывает то что он накричал он наругал ее что она покакала в доме хотя я выходила хотя я выходила и я ее выпускала кто парковку оплатить надо сейчас ааа сейчас я расскажу про квин просто мне на самом деле тоже обидно как про Максим пишет вот там типа к животным там же не показывают 24 часа а именно камера за Максимом ходит нет он играет собаку он ее кормит он ее любит он так же с котами со своими время проводит вот он уделяет своим животным время то что пишут то что вот он типа бросил котов бросил собаку нифига он он реально любит своих животных просто камеры за ним 24 часа не ходит и не снимает как он и с кем общается как и за кем да слушай если на тебя посмотри тоже нельзя понять какая ты за эти три дня вообще нет я себя с такой стороны увидела как будто высотулая какая-то страшно мне все пишут ты вообще на себя не похожа реально на себя не похожа была поэтому это ну типа нельзя судить по эфирам да а куда идти надо вот тут рядышком ну ты этот сколько еще хочешь посидеть пять минут давай посидим у нас есть пять минут парковку досыпать на пять минут пять минут посиди потом вот поэтому хочешь право окна как бы я не хочу нет я не хочу да может нормально тут и так пахнет что надо делать этот какого вот так открой окно и нормально сиди вот так ну смотри сама вот поэтому очень на самом деле неприятно когда пишут что он с животными как-то плохо обращается представляете и после всего этого еще неприятно что про него что-то не так говорят видите какой он человек а вы говорите она плохая не знаете вы это акцент мою ну бывает то что накричала на клину правильно накричала а как по-другому она посрала посреди комнаты и погладить у молодой я видела это среди дальше правильно она же еще маленькая потом она будет так срать ему каждый день и все он ее ругать не будет почему не хотели меня брать на проект ни формата проекта такого не было а меня же наоборот хотели оставить я когда уходила и мне сказали типа оставайся на проекте типа ты нам понравилось а 17 октября мы типа Максима обратно запустим вот я же отказалась я говорю я думаю Максиму делать нечего и ушла я не знаю как бы я видела сама а это никто мне не предлагал в плане я пошла там к главным которые под камерами не сидят и потом меня же словно не отпустили когда Максим ушел я же хотела уйти с лобного за ним мне сказали нет сиди в итоге я сидела до конца лобного потом Максиму когда ушел ему сказали что я за ним не уйду потому что меня хотели оставить вот потом я пошла поговорила я сказала что я хочу уходить мне сказали предложили остаться на месте я сказала типа нет вот я не хочу без Максима но я думала что у нас все хорошо будет эти проекты а то что не формат проекта я не знаю почему так говорили и кто это говорил просто были девочки которые там тигран или что кто хотел приводить им говорили что не формат проекта что типа сделаны все но блин у меня что сделано на лице губы только о боже мой при пекине испугалась что красное такое почему разошлись так быстро ну потому что я не знаю какая-то вещь не хочу ничего говорить ничего плохого не произошло просто разные тот же главный сказал про тебя ну что за бред ну как бы бред не знаю откуда эта информация нос грудь сделан нос у меня свой грудь сделана да тебе надо фотки детские добавить чтобы они успокоились по поводу носа да или маму показать ну да да просто у тебя нос такой как сделаны поняла ну да потому что маленький курнос еще тут наверх в миллилитрах у меня 0,8 в губах а то у меня в губах наверное где-то 0,6 вот тут вот шрамик есть вот так вот покажи видишь нету никаких шрамов это еще фильтр наверное так не скажешь натурально выглядит кто губы или носы а грудь миллилитров 320 у меня 320 да у меня больше чем-то 180 200 у тебя нет у меня 180 190 у меня 190 по-моему да у меня меньше 200 да у меня 190 ты что реально клянусь 190 ты путаешь что-то я тебе документ сфоткаю 190 а тебе вот зуб даю 190 а я думала что у тебя 195 первые были нет у меня 320 нет я не путаю а вторые у меня какие так знаете что-то ты же ну ты же это делала да я же не переделывала второй раз да этот как нет у меня 180 я тебе сто пудово говорю да у Маляева делала делали делали да ну кто сделал я первая открывательность да вы с Нилой больше не хотите я хотела недавно переделывать грудь и потом меня опять же мой хирург отговорил я думала что ну я больше не хотела я хотела просто переделать я поехала к нему думала что ну уже 10 лет практически у меня прошло 9 да вот я думала нужно переделать поехала к нему он посмотрел сказал у тебя все идеально я еще сделала помнишь я ходила к врачу сделала это угу и они сказали что вообще ничего трогать не надо все супер помнишь фоткать и показала да 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 я вообще забыла это это когда худая там я там вешу мне кажется 30 килограмм да там худая я сама эту фотку помню ты говорила да все короче пойдем мы загорать ребятки вам хорошего вечера нам нужно быть если вам какие то вопросы пишите в директ ну покажешь зайдем мы будем на маке сидеть все еще зайдем куда идти надо ты хочешь с ними что ли себе машину надо проложить нет все пока пока